Всем привет! В прошлом году китайская всемирная компания Xiaomi вывела на рынок замечательное носимое устройство под названием Mi Band 6. Как всегда, мы получили практически все полезные функции за относительно невысокую цену. Благодаря этому фитнес-трекер Mi Band 6 оказался востребованным среди множества фанатов, а также простых пользователей. Как мы знаем, основные фишки браслета это большой амолед-экран яркостью 450 нит и четкостью 326 ppi, датчик отслеживания кислорода в крови, магнитная зарядка, аккумулятор который позволяет работать до 14 дней от одного заряда, более 30 режимов упражнений и автоматическое определение 6 типов тренировок и многое другое. Это все, конечно, хорошо, но, как говорится, технологическое развитие не стоит на месте. И совсем скоро компания из Поднебесной намерена вывести на рынок седьмое поколение популярного фитнес-трекера. Сразу стоит отметить, что мы получим практически смарт-часы за всего лишь 50 долларов, что является большим плюсом. Сегодня стали известны практически все технические характеристики браслета. И они, честно говоря, удивляют. А поделился информацией очень авторитетный китайский информатор. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, что хочется отметить, новинка будет комплектоваться отличным цветным OLED-дисплеем на 1,9 дюймов. По имеющимся сейчас данным, браслет получит необычный внешний вид. То есть впервые за многие годы производитель полностью должен изменить конструкцию своего наручного браслета. А именно мы получим полностью безрамочный экран. Чего ждали без преувеличения миллионы людей. Как мы знаем, Mi Band 6 был, ну, псевдо-безрамочный фитнес-браслет. Потому что там были очень и очень большие рамки. А тут все будет на высшем уровне. В Band 7 будет использовано защитное стекло Corning Gorilla Glass. Ведь царапины, появляющиеся буквально от воздуха, в первый же день ношения стали уже надоедать многим пользователям браслета шестого поколения. Также мы получим несколько новых датчиков. Один из них это интегрированный фитнес-трекер барометрический альтиметр. Наличие альтиметра позволит устройству более точно подсчитывать количество сожженных калорий и пройденное расстояние. Напоминаю, альтиметр измеряет давление атмосферы. Чем он ниже, тем устройство находится выше. Соответственно, вместе с ним и пользователь. Таким образом, альтиметр это прежде всего прибор для измерения давления атмосферы. Но самое главное, на что обращают внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. Ben7 поступит на прилавки магазинов по рекомендованной цене всего 50 долларов. Учитывая все нововведения, конкурентов, скажем прямо, немного. Давайте посмотрим их. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. Выбираем фитнес-браслет и мы знаем, что Ben7 стоит 50 долларов. Это плюс-минус 3800 рублей. Возьмем до 4. И мы знаем, что браслет получил, конечно же, NFC-чип и пульсоксиметр. Пожалуйста, всего лишь одна модель. Это, да, Xiaomi Mi Band 6 с NFC. Минимальная стоимость данного браслета 3400 рублей. Максимальная 4500 рублей. Но благо, e-каталог собрал всех продавцов, которые сейчас есть на рынке. И для себя вы можете выбрать того продавца, который сейчас предоставляет максимум скидки. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы для себя что-то можете отметить. А если вдруг у вас все-таки остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. Для сопряжения трекера со смартфоном будет использоваться беспроводной интерфейс Bluetooth 5.2 LE с радиусом работы в 50 метров. А это нам дает новый уровень точности для функции приближения и позиционирования. Устройства будут информированы не только о близком расстоянии до сигнала источника, но и смогут указывать его направление. И порой речь будет идти о сантиметровой точности. Также браслет сможет похвастаться наличием GPS-модуля, который даст возможность владельцам трекера отслеживать свои маршруты, измерять скорость движения и так далее. Возможно это отразится на конечной стоимости продукта. Но согласитесь, очень удобно иметь возможность отслеживать треки своих передвижений на карте и сохранять их в памяти приложения. Кроме того, это позволит повысить уровень безопасности. Украденный или потерянный браслет можно будет быстро обнаружить с помощью определенного приложения. Еще одна функция, которую от одной версии к другой ждут миллионы пользователей. Это, конечно же, функция бесконтактной оплаты по NFC. Как мы знаем, на данный момент все возможности технологий доступны только в Китае. Но в Ben 7 мы должны получить нормальную работу за пределами Китая, что является большим плюсом. То есть к браслету можно будет через приложение привязать любую банковскую карту. Проездной или даже пропуск, что является, конечно же, ой-ой, как удобно. Чтобы совершать покупки в магазине, оплачивать проезд и проходить через турникет на работу, нужно воспользоваться всего лишь фитнес-браслетом. Поверьте, это очень удобно и более чем актуально в наше время. Промышленную сборку Ben 7 возьмет на себя дочерняя структура Huami. Именно эта компания занимается выпуском фитнес-трекеров для компании Xiaomi с 2014 года. Напоминаю, Huami Technology это компания с обширным опытом в области обработки биометрических и спортивных данных. Ориентированная на разработку, конечно же, носимых устройств. 8 февраля 2018 года Huami Technology была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже. И уже в октябре 2020 года компания Huami и Xiaomi объявили о продлении на 3 года своего соглашения о стратегическом сотрудничестве. Из этого следует, что Ben 7 и Ben 8 будут выпущены именно с помощью данного бренда. Китайский информатор также утверждает, что представленный Ben 7 в 2022 году будет лучшим носимым устройством в линейке Mi Band. Или даже в мире. Ожидается, что новинка дебютирует на рынке в конце весны или начале лета. Ну что же, ребята, я очень рад, что с каждым годом компания Xiaomi или Huami выпускают очень хорошие носимые устройства. А Ben 7 будет действительно очень крутым браслетом. Можно сказать, мы уже перешли в то время, когда браслеты практически сравнялись по техническим характеристикам со смарт-часами. И это действительно заслуживает внимания. Потому что, ну вот скажите мне, чего нету в Ben 6? Я имею в виду не приложение, которое можно установить, например, на Samsung Active 2 на 44 мм за 500 долларов. Кислород есть, отличный экран есть, все полностью какие-то спортивные режимы есть. Но вы должны понимать, что простому человеку достаточно купить Ben 7, когда он выйдет. И все. На этом он закроет вообще все вопросы, которые связаны с характеристиками. Вот и все. Ждем презентацию браслета. Кому понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем спасибо, всем пока.